А в Николаевской области бывшая чиновница зарабатывала на больных диабетом и почечной недостаточностью. Маргарита Капуста, ранее возглавлявшая Управление охраны здоровья региона, подозревается в махинациях при закупке инсулина и материалов для гемодиализа. Кто еще замешан в этом деле? Подробности у Крила Ищешина. Обыски в Управлении здравоохранения начались 5 апреля и закончились лишь на следующий день. За два дня прокуроры изъяли сотни документов на основе полученных улик. Составили подозрение бывшему руководителю облздравом Маргарите Капусти. Ее подозревают в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Подозрение следователи уже вручили и обратились в суд для избрания экс-руководителю меры пресечения. Требуют взять капусту под стражу, либо установить залог в размере 10 миллионов гривен. Много вопросов вызывает и роль в этом уголовном производстве бывшего замгубернатора области Оксаны Янышевской из Народного фронта. Именно ее сотрудники спецбазы медпрепаратов обвинили в попытке повлиять на закупку инсулина. После чего и было начато уголовное разбирательство. По данным местных СМИ, суд не дал разрешения на обыски у Янышевской дома. Оксана Янышевская в данном управлении будет опитана как свидетельство. Я могу говорить сейчас про те ситуации, про те факты, которые в реальности установлены в ходе досудового расследования. Будут оголошены подозрения. Это все будет вызначаться на подставе тех фактов, тех доказов, которые будет выбран. Подозреваемая Маргарита Капуста. Действия следователей пока не комментируют. Связаться с ней не получилось. Теперь у прокуратуры есть два месяца, чтобы завершить досудебное расследование и передать обвинение в суд. Такие рамки устанавливает процессуальный кодекс. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова